За все выступления они не проронили ни единого слова. Клоун-мим-театр Мирлиц приезжает в Саров не первый раз. Этот уникальный коллектив совмещает в своих спектаклях цирковую буфонаду, пластический, мимический и драматический театры. А главная изюминка выступления – оригинальный жанр, в котором работают артисты. Часом ранее на танцевальной площадке провели игровую программу «Мой любимый город». А мы похлопаем и поем вместе с нами. Малыши пели, танцевали, а также отвечали на вопросы викторины о достопримечательностях родного города. Также здесь юные саровчане могли своими руками смастерить для себя необычные сувениры. Я делала деревце, еще магнитик и кепку. Мне скрутки на дереве чуть-чуть помогали делать, и это было чуть-чуть сложно. И все остальное было просто. Ребята расписывали глиняные игрушки, делали магнитики с изображениями памятных мест города, мастерили головные уборы и разноцветные бумажные фонарики. Ажиотаж у столов не стихал до самого конца мастер-классов. Для того, чтобы найти увлечение себе по душе, достаточно было просто пройтись по аллеям парка. У нас здесь площадка, мы играем в народные игры Нижегородской области, ну и русские народные игры, потому что Нижегородская область и русские народные играли в одни и те же игры. Показываем детям, как нужно играть. Ну, допустим, ручеек, золотые ворота, плетение косички только что видели, да. Ну, многие игры, конечно, ребята знают. Народные игры привлекали внимание как детей, так и взрослых. А рядом в беседке сотрудники библиотеки приготовили для горожан викторины, ребусы и загадки о Сарове. Неподалеку от центрального входа в парк можно было посетить урок гончарного мастерства. На праздник также приехал мобильный кванториум. Я был в ярочках. И еще опускал вон тот квадрокоптер. Управлял роботами. А в воздушном городе каждый мог смастерить фигуру из шаров. Праздничные мероприятия в парке имени Зернова продолжались до позднего вечера.